Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Мы поклоняемся Тебе, мы прославляем Тебя, мы прославляем Тебя, мы возвеличиваем Тебя, мы возвеличиваем Тебя. У кого-то, и вам не нужно выходить, просто оставайтесь на месте, у кого-то бедра смещены, с ними какая-то проблема. Если это вы, поднимите руку, прямо на месте, таких несколько человек, просто примите силу, прямо на месте. Прострите руки и скажите, я принимаю эту силу, я принимаю свое здоровье. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У кого-то сейчас исцеляются колени. Если вам было трудно сгибать и разгибать колени, прямо на месте, подвигайте ими. Мы не проверяем, сработало ли. Мы действуем в помазании. Мы действуем в помазании. У кого-то сильно искривлен позвоночник, особенно наверху и в шее, и это ограничивало вашу подвижность. Придите сюда, дорогая, подойдите сюда. Мы благодарим Тебя, Отец. Аллилуйя, аллилуйя. Что у вас, дорогая? Авария. У вас была авария недавно? Нет, четыре года назад. У меня сколиоз в пояснице и позвоночник неправильно работает. И сегодня очень плохой день. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Отец, за здоровье. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, Отец. У кого еще верх позвоночника, шея, покрутите шеей, действуйте в помазании. Прямо на месте скажите, я принимаю это, я принимаю это. Аллилуйя, аллилуйя. Мы славим Тебя, Отец. Мы славим Тебя, Отец. Есть кто-то еще, с чьими бедрами Бог хочет разобраться. Но вам нужно это принять. Вам нужно это принять. Скажите, я принимаю это, я принимаю это. Ему нужно ваше согласие. И ваша вера – это просто ваше согласие. Все настолько просто. Скажите, я согласен, я принимаю действие этой силы во мне. Мы благодарим Тебя, Отец. У кого-то одно плечо ниже другого. Поднимите руку и примите силу исцеления прямо там, где вы есть. Она действует в вас прямо сейчас. Примите ее там, где вы есть. Там, где вы есть. Аллилуйя. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Мы прославляем Тебя, Отец. Просто постойте там минуточку, дорогая. Пусть сила Божья действует в вас. Пусть она просто действует в вас. Мы благодарим Тебя, Отец. Я верю в силу Божью. А вы? Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. У кого-то боль идет от бедра и по тыльной стороне ноги до самого низа. У кого это? Это исцеляется прямо сейчас. Просто поднимите руку и скажите «Я принимаю», «Я принимаю». Своими устами скажите «Я принимаю эту силу», «Я принимаю эту силу». Аллилуйя. Прямо на месте делайте то, чего не могли делать. Помню, так много раз на собраниях папы Хэггена он подходил к сектору инвалидных колясок, служил этим людям, говорил им что-то, и кто-то из них вставал и шел. Вначале они шли медленно или с чьей-то помощью. И помню, он подошел к одному и сказал «Чем больше вы будете ходить, тем больше вы сможете ходить». «Чем больше вы будете ходить, тем больше вы сможете ходить». Аминь. Так что действуйте, и сила Божья выйдет навстречу вашему акту веры. Аминь. Аллилуйя. Дорогая, подойдите сюда. Большое спасибо. Слава Господу. Вы теперь вышли сюда немного по-другому. Расскажите мне, что происходит. Слышали, что она сказала? Все работает, ходит, двигается. Пойдем, пройдемся. Пройдемся. Раньше вам было сложно это делать? Да, очень. Я уже чуть не ушла домой. Есть микрофон? Какой-то радиомикрофон. Мы хотим, чтобы люди услышали, какой Иисус чудесный. Спасибо. Спасибо. Расскажите, вы говорили об аварии 4 года назад. Я попала в аварию 4 года назад. Машина перевернулась 4 раза, подлетела на 10 метров в воздух, и все думали, что я погибла. У меня была сломана грудная кость, спина, правое бедро. И с тех пор у меня была сильная боль по всему телу. У вас были операции? Операции, физиотерапия и многое другое. И ничего не помогало. И с тех пор, как я стала сюда ходить, начало становиться лучше. Как долго вы посещаете эту церковь? Чуть больше двух месяцев. Слава Господу. Позвольте вам сказать, в какую церковь вы ходите, вопрос жизни и смерти. Я говорю, это вопрос жизни и смерти. И сегодня мне было очень плохо. Где именно было плохо? Бедро. С бедром было очень плохо, и мне было трудно сидеть. Я уже собиралась уйти домой, потому что было так больно. И я не знала, смогу ли досидеть до конца, потому что хотелось вас послушать. И я была рада, что вы начали сослужение исцеления. Я подумала, что возможно, я хотя бы досижу. Но потом я испугалась, что будут исцелять всех, кроме меня. И решила выйти. Аллилуйя. У вас какие-то движения были ограничены, или было больно? Было больно. Сделайте что-то, чего не могли легко делать прежде. Покажите мне. Неграциозно, но это лучшее, на что я способна. Если бы дело было в грациозности, сестра, нам бы обеим пришлось сесть. Нет боли? Чуть-чуть, но не так, как прежде. Когда вы вышли вперед, была боль? Да, боже мой, она стреляла по всей моей ноге, и в пятках, и в голове. Как будто молния простреливала через все тело. А теперь лишь крохотная такая. Тик. Я согласна на тик, это уже хорошо. Нет, не нужно соглашаться, она вся уходит, вся уходит. Мы берем все исцеление, так? Мы берем все. Аминь. Спасибо, что не ушли. Бог да благословит вас. Откройте со мной, пожалуйста, 1 Коринфянам 2 главу. 1 Коринфянам 2, 4. 1 Коринфянам 2, 4. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но слово мое и проповедь моя в явлении духа и в явлении силы. Пятый стих. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Аминь. Я верю в силу Божью. Как насчет вас? Я верю в силу Божью. Я не знаю, сколько из вас слышали какие-то свидетельства Папы Хегена об исцелении. Рассказывая разные случаи из служения, Папа Хеген также делился тем, как к нему явился Иисус. И Иисус сказал ему, «Силы достаточно». Позвольте мне начать цитату немного раньше. Не хочу забегать вперед. Сначала Иисус сказал, «Когда я был на земле, я был силой Божьей». Подумайте об этом. Прежде сила Божья была сокрыта во святом святых, и у общества не было к ней доступа. Раз в году один человек, первосвященник, мог зайти во святое святых от имени народа. И нужно было заходить очень трезво, проверяя свою праведность, потому что к ноге привязывали веревку. Войдя в силу Божью с грехом, человек падал, и его просто вытаскивали. Не рады ли вы, что сегодня не такой подход к силе Божьей? Итак, у людей не было доступа к силе Божьей. Она не присутствовала. Мы живем в то время, когда на земле присутствует Дух Святой. Но Он не всегда присутствовал на земле. И вот Иисус пришел на землю. И Он так сказал об этом Папе Хэггену. «Когда я был на земле, я был силой Божьей». Если люди нуждались в этой силе, им нужно было прийти туда, где я находился. Вот почему люди толпились вокруг меня. Они пробивались, чтобы добраться до меня и прикоснуться ко мне, потому что они осознавали, что от меня исходила сила. Можете себе представить, что это значило? Сила больше не была сокрытого святом святых. Она ходила среди людей. Присутствие Божье, слава Божья, сила Божья была прямо в обществе, двигалась среди людей. Это потрясающе. И неудивительно, что толпы людей сбегались к Нему со всех мест, потому что они никогда прежде не переживали, не ощущали такого, находясь в чьем-то присутствии. Итак, Он сказал, «Когда я был на земле, я был силой Божьей». Если люди в чем-то нуждались, им нужно было прийти туда, где я находился. И потому множество людей толпилось вокруг меня. Но теперь, когда сошел Дух Святой, сила Божья присутствует везде, потому что Дух Святой присутствует везде. Аминь. Дух Святой сошел на землю через горницу. Иисусу нужно было, чтобы кто-то верил. Нужны были люди, которые верили и единодушно пребывали в горнице. Почему? Потому что Дух Святой мог войти только туда, где Его принимали. Верили и принимали. Но, войдя в горницу, Он в ней не остался. Все, что Ему было нужно, это одна точка доступа. И потом она распространилась по всей земле из этой одной точки. Аллилуйя! Итак, Он присутствует везде. Вот почему спастись можно где угодно. Можно спастись в продуктовом магазине, в своей машине, на работе, в другой стране. Можно спастись где угодно, потому что там присутствует сила, чтобы спасать. Почему? Потому что там присутствует Дух Святой. Он присутствует везде. Мы не знаем, что такое быть на земле, лишенной присутствия Духа Святого. Мы не знаем, каково это. В день Пятидесятницы Дух Святой сменил место жительства. Он пришел и сделал Церковь своим местом жительства. Он сделал нас с вами храмами Святого Духа. Это удивительно. Та же сила, которая была сокрыта во Святом Святых, теперь в вас. Это удивительно. Вы только вдумайтесь. Итак, Иисус сказал Папе Хегену, «Но теперь, когда Дух Святой присутствует везде, сила присутствует везде». Позвольте пояснить. Это значит, что есть сила у вас дома. Есть сила у вас на работе. Есть сила у вас в машине. И надо же, есть сила у вас на кухне. Сила есть везде. Это удивительно. То есть, вам не нужно дожидаться, пока вы придете в Церковь, чтобы получить помощь. Слава Богу, что мы можем прийти сюда за помощью. Здесь ее легче получить благодаря общей вере. Но научитесь получать прямо там, где вы находитесь. Научитесь, когда появляется нужда, получать и черпать эту силу, которая уже присутствует. Именно так многие упускают помощь. Они молятся, чтобы Бог послал ее, а Он ждет, чтобы они активировали ту силу, которая уже присутствует. Что ее активирует? Вера. Вера. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, которая уже присутствует. Не нужно добиваться, чтобы Бог послал ее. Нужно активировать силу, сотрудничать с силой, которая уже присутствует. Во время того посещения Иисус далее сказал папе Хегину, «В каждой комнате и больничной палате достаточно силы, чтобы исцелить больного». Задумайтесь об этом. Иисус сказал это. В каждой комнате и больничной палате достаточно силы, чтобы исцелить больного. Во-первых, если Он знает, что сила присутствует, и во-вторых, если Он приведет ее в действие, нужно знать, что она присутствует, и нужно привести ее в действие. Аллилуйя. Как-то я была дома, зазвонил мобильный, я взяла его. Не знаю, как вы, но я беру телефон и смотрю, кто звонит. И видя, что это Кеннет Копланд, кто-то еще повел бы себя так же. Я каждый раз немного теряюсь, потому что моего папу звали Кеннет Чепман. И я вижу Кеннет, и только потом осознаю, нет, он на небе. Значит, это Кеннет Копланд. Я приняла звонок и сказала, «Брат Копланд, вы только что вернулись из Перу. Как прошли собрания?» Он ответил, «Нэнси, я как раз хотела об этом рассказать. У нас были собрания в конференц-центре, они длились примерно неделю, и на той же улице находится больница». В один из вечеров я сделал призыв к покаянию, и с самого конца зала вышла женщина и спаслась. А потом она рассказала свою историю. И вот что произошло. Она была в той больнице, что неподалеку от конференц-центра. Она умирала от неизлечимого рака. У нее была опухоль, которую можно было физически нащупать снаружи. Ей оставались считанные дни. Она не была рождена свыше. И вот, врач был с ней в палате, осматривал ее, и вдруг она говорит, «Я вся горю! Я словно в огне!» Она описывала свои ощущения, и врач стал осматривать то место, где была опухоль, и сказал, «Опухоли нет». И она рассказывала, «Дополнительные обследования врачей показали, что я полностью исцелилась, и меня выписали из больницы. Я проходила мимо конференц-центра по пути из больницы домой, услышала, что что-то происходит и зашла, а вы делали призыв к покаянию, так что я вышла и спаслась». И брат Копленд сказал, «Сила Божья, присутствовавшая в этом конференц-центре, распространилась, разошлась и достигла больницы». И затем он добавил, «Нэнси, мы даже не догадываемся, сколько человек исцелилось, о которых мы так и не узнали». И я сказала, «Брат Копленд, помните, как Мария Вудвард Этер проводила палаточные служения в сельской местности?» «Сила Божья проявлялась, и все в радиусе 80 километров падали под силой Божьей, и кто был болен, исцелялся». Я сказала, «У этой силы есть радиус действия, брат Копленд, радиус действия. Богу лишь нужен кто-то, кто умеет активировать эту силу, чтобы она проявилась. Ее активирует вера. И поскольку вы все активировали эту силу, она проявлялась. И все, кто попал в ее радиус, могли получить помощь. Как велика сила, действующая для нас. Аминь. Сила может быть невидимой и неощутимой. Но то, что вы ее не видите или не чувствуете, не значит, что она не работает. Вы бывали у зубного? Врач говорит, «Сделаем рентген». Одевает тяжелый фартук на ваши жизненно важные органы, чтобы прикрыть ваши жизненно важные органы. И выходит. Заходит за угол и нажимает кнопку. Вы ничего не слышите. Вы ничего не чувствуете. Вы ничего не видите. Но сила совершает работу. И врач не хочет подвергаться воздействию силы, которому подвержены вы. То, что вы не чувствуете силу, то, что вы не видите силу, не значит, что она не работает. Когда вы высвобождаете свою веру в силу Божью, она всегда работает. Чувствуете ли вы это или нет? Помню, много лет назад я проповедовала в нашей церкви о силе Божьей. Проповедовала о том, что силы присутствуют. Я уже проповедовала об этом три-четыре недели и собиралась говорить об этом снова. Чтобы люди научились умело обращаться с той силой, что внутри них и вокруг них и доступны им. И не дожидались прихода в церковь, чтобы воспользоваться ею. Обретя навыки, можно получать доступ к этой силе каждый раз, когда вы в ней нуждаетесь. Богу так важно, чтобы мы получали то, в чем нуждаемся. Настолько важно, что Он оснастил вас силой в день вашего рождения свыше. Вы оснащены силой. Аминь. Земля была оснащена силой в день Пятидесятницы, а вы были оснащены силой, когда родились свыше. Итак, я проповедовала об этом. И иногда во время проповеди прямо из Духа выходят какие-то вещи, которые ум догоняет только потом. И из моих уст постоянно выходили такие слова. Я повторяла их снова и снова. Сила досойдет, сила досойдет. Я ходила из стороны в сторону по сцене и говорила, сила досойдет. А внутри разговаривала с Богом. Боже, я же учила, что она присутствует. А теперь ты даешь мне эти слова, и я слышу, сила досойдет. Я что, неправильно учила? И он ответил, то, что сила присутствует, не значит, что она сходит. И он дал мне пример. На детских днях рождения бывает устраивают пиньяту. Пиньяту наполняют игрушками, сладостями, конфетами, тем, что детям нравится. И подвешивают ее в комнате или на улице. Наверняка эта мысль пришла в голову мужчине. Завязать ребенку глаза и дать ему в руки палку. Дать ему палку, и пусть бьет все подряд вокруг себя. Так? Звучит, как приятное времяпровождение с детьми для мужчины. Мне не кажется, что мама до такого додумалась бы. Ну, как-то надо придать жизни остроту. Итак, в пиньяте уже все есть. Бывает, ребенок попадает по ней, но ударяет не совсем правильно. И она не раскрывается. Но если ребенок правильно ударяет по ней, она раскрывается. И все, что в ней высыпается. И все собирают то, что высыпалось, даже те, кто по ней не ударял. Вот в чем польза собрания. Команда молитвенников, команда прославления может перед служением высвободить присутствующую силу. А люди потом просто приходят и собирают. Конечно, дети, не бившие по пиньяте, все равно должны что-то сделать, чтобы взять то, что высыпалось. Они ничего не получат, если будут просто стоять. Мама скажет, дотянись, возьми конфеты, возьми игрушки, так? И это работа пастора, сказать, сила присутствует. Просто дотянитесь и возьмите, возьмите эту силу, примите исцеление, примите нужную вам мудрость, примите нужную вам помощь. Никто не может получить это за вас. Простирайтесь, и я вам гарантирую, сила доступна. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна. Продолжение следует...